Спасибо за просмотр! Спасибо огромное! Спасибо огромное! Тогда, дорогие коллеги, добрый вечер! Всех рада приветствовать! Я очень взволнована сегодня, потому что тема для меня, как, наверное, и для всех, кто сегодня пришел на нашу встречу, очень и очень важна. Эффективные технологии подготовки учащихся к УГ и ЕГ по английскому языку. Как учить? Как сделать так, чтобы наши ребята были конкурентоспособны во время экзамена, чтобы они получили удовольствие от того, что они могут справляться с любыми заданиями, в частности с заданиями, которые нужно выполнить за 15 минут в устной части этого экзамена. Уважаемые коллеги, я несколько слов о себе. Так как в нашей профессии я уже более 30 лет, и административный и учительский опыт позволяет мне сегодня поговорить, обсудить с вами именно эффективные технологии подготовки учащихся. Как создать необходимые условия сегодня учителя на уроке между учителем и учеником взаимодействие создать? Как создать условия, при которых ребенок сможет раскрыться, сможет овладеть технологиями, развить свою языковую компетенцию? Как раз сегодня и стоит этот вопрос на острее. Я вместе со Светланой Александровной Лоскутовой создали за наш такой большой опыт работы сборники, которые вышли в издательстве «Титул». Это подготовка, тесты вкусной части ЕГЭ и ОГЭ. И вот сегодня именно я и хочу поделиться нашим опытом, как же подготовить учащихся. Коллеги, хочу показать вам следующий слайд своей презентации, чтобы акцентировать ваше внимание, какие технологии, для чего, вернее, я использую, и вы все, мы все используем технологии в нашей работе. Та или иная технология очень важна для достижения конкретных целей обучения. Мы с вами знаем, что достичь цель обучения, используя только учебник и рабочую тетрадь сегодня практически невозможно. Поэтому в нашем распоряжении, в арсенале учительском, должны присутствовать разные технологии обучения. И когда мы, понимая, для чего нам нужны эти технологии, и используем их грамотно на уроке, тогда и достигаются в большей степени результаты обучения. Обосновывая для себя и исходя из индивидуальных особенностей группы, мы тогда можем организовать лучшим образом и учебный процесс, применять те или иные методы и приемы обучения. Затем нам нужно самим тоже развиваться. Для чего? Для того, чтобы отвечать вызвам современного общества. Для того, чтобы ребята смогли на компьютере, используя компьютерные технологии, выполнить все задания на экзамене и получить объективную оценку результатов. Переходя непосредственно к эффективным технологиям, я бы хотела вам сказать, что начиная с 5 класса до 9 класса, если мы возьмем подготовку к ОГЭ, я использую следующую технологию. Если мы определяем цель обучения, допустим, за период 5-7 класс, то мы можем, исходя из конкретной программы обучения, мы можем с вами подобрать, мы сейчас говорим про устную часть, мы можем подобрать с вами определенную тематику. Например, учебник содержит в модулях задания по определенной тематике и кодификатор нам определяет, дает набор тем, которые учащиеся должны за время обучения обладать языковой компетенцией. Вот, например, я вам покажу на примере 8-9 класса, я выписываю список тем для устной и письменной речи по заданиям. Например, у меня вот такой список образовался, и за 8-9 класс, исходя из того ОМК, по которому я занимаюсь, я подбираю определенный материал, который приближен к заданиям ОГЭ. Ну, например, также, допустим, у нас Healthy Living Guide, ребята выполняют задания, знакомятся с текстом, выполняют лексику по этому тексту, запоминают, диалогов, задают вопросы, отвечают на них, развивают биологическую речь. Затем ребята отвечают по опциям, по заданным темам, и пишут личное письмо. Те, кто знакомы с работой моей в предыдущем году, помнят, что выходил еще вот такой сборник, который был подобран как раз технологией, здесь и подобраны уже тексты для чтения и обсуждения, и задания к ним в формате ОГЭ. На сайте, который я вам потом покажу несколько позже, можно в электронном виде приобрести такое пособие. Так вот, коллеги, посмотрите, пожалуйста, если мы говорим о технологии раскрытия личностной ориентации ребенка на успех, то в начале года я ребятам демонстрирую, мы обсуждаем с ними, это все, конечно, вместе, в диалоге происходит, тематику и задания, которые ребята будут выполнять при подготовке к устной части экзамена, в том числе и развивая свою языковую компетенцию. Это по теме ответы на вопросы, умение задать вопросы, монологически высказаться по теме, чтение текста, то, что требуется, первое задание, экзамена ОГЭ, и написать личное письмо. Таким образом, в некоторых еще классах, где, допустим, языковая подготовка 3 часа, подразумевая 3 часа в неделю, я еще добавляю некоторые разделы, ту оценку, которую ты себе поставишь, и оценка учителя. Хочу напомнить вам, коллеги, и еще раз перечислить все технологии, которыми пользуюсь я. Традиционные технологии, традиционного урока, то есть мы можем грамматические явления записывать, технологию, как проделать то или иное задание. Мы можем поработать с таблицами, со словарями, разные традиционные наши технологии, которые мы пользовались, когда только пришли, пришли работать в школу. Игровые технологии. Ну, например, если мы готовим с вами, опять же-таки, по тематике, то я хочу поделиться своим способом активизации лексики, допустим, или закрепления лексики на уроке. Я думаю, что, может быть, некоторые тоже или многие из вас используют. Например, мы по мере продвижения по лексическому материалу и составления сообщений по темам, я сделаю некую, типа, шахматные доски на ватмане и вписываю в квадратике название тем. Мы кидаем кубик или вытягиваем карточки, и ребята таким образом выполняют задание. Или у тебя либо монологическое высказывание, либо ты отвечаешь на вопрос. Вот такая игра. Это может быть часть урока, это может быть даже как зачет, допустим, по монологическому высказыванию. Ну, сейчас, конечно, требования в год, метод проектов, и иногда ребята выполняют задание по поиску той или иной информации, именно развивая свою деятельность в методе проектов, могут так или иначе затрагивать и тематику, которая требуется на экзамене. Например, экологические проблемы, края, в котором ты живешь, регион, в котором ты живешь. И таким образом, через проект мы так или иначе можем подготовить ребенка, высказаться, подготовить ребенка, задать вопросы, если по проекту требуется провести, допустим, мероприятие с младшими школьниками или с одноклассниками. Уважаемые коллеги, если по мере моего выступления у вас возникнут вопросы, обязательно пишите, потому что я делюсь своими приемами, методами, технологиями, технологиями, не своими, конечно, придуманными, но то, что я считаю и полезными, и то, что я использую и приносит большой... Коллеги пишут звук. Звука нет. Коллеги, сейчас лучше? Напишите, пожалуйста. Хорошо. Коллеги, я постараюсь говорить громче, чтобы было всем слышно. Метод обучения в сотрудничестве. Я сейчас коротко очень скажу. Я очень люблю даже в третьих классах привлекать ребят, которые более в языке продвинутые, помогать маленьким. В пятом классе они друг другу рассказывают темы, задают вопросы. Я думаю, коллеги, что такие простые методы обучения, конечно же, все используют. Это то, что реально работает на результат. Дифференцированный метод, конечно же, очень тесно связан с обучением в сотрудничестве. Я на нем не буду останавливаться. Тестовые технологии, конечно же, мы используем при подготовке к экзамену. Это и сборники, которые выходят в издательстве. Это и тесты в интернете, которые можно использовать при подготовке во внеурочной и урочной деятельности. Информационные технологии, конечно же, привлекаются. Это я делаю, например, в пауэрпойнте вопросы, которые степит и вывожу на экран. И ребята так или иначе вовлечены в процесс подготовки. И информационные технологии могут также использоваться, когда ребенок болеет, находится на домашнем обучении. Очень легко при помощи, допустим, скайп провести занятия, если у ребенка есть пауэрпойнт-презентации и те задания, которые вы им отсылаете. И вы можете проверить, как он может высказаться по той или иной теме и ответить на ваши вопросы. Если таким образом, коллеги, если мы определили цели, подобрали материал, то далее вы выстраиваете свою цепочку, методическую цепочку сами, исходя из индивидуальной особенности группы. Лично я с пятого класса, я уже повторяю, с пятого класса выбираю материал, пишем помимо требуемых, допустим, рабочей программы умение написать имейл. Также я и ребятам через пример, конечно же, мы учимся писать личные письма. На их уровне, на 60-80 слов в формате ОГЭ. Они начинают знакомиться, как писать правильно, формат этого личного письма, с небольшими критериями на их уровне, опять же таки, на их уровне знакомиться с форматом оценивания. Так вот, коллеги, если мы определились уже с целями, подобрали материал, у нас есть задание, как же это повлияет на сам экзамен, наша подготовка учеников? Ну, вы можете на слайде увидеть оценивание по патибальной шкале и перевод оценок, вернее, баллов в оценке. Пятерка – это 59-70 баллов, четверка – 69-58 баллов и тройка соответственно. Я всегда говорю ребятам, что если мы с вами за несколько, ну, за какой-то определенный отрезок времени начнем готовиться, то вы поймете точно и скажете – это мой самый любимый экзамен. Длится 15 минут устная часть, формат знаком, технологии пройдены и ребята владеют лексическими единицами, умеют отвечать вопросы на вопросы и высказываться, строить свое монологическое высказывание. Хочу напомнить коллегам, что задание 1 – это чтение в слов. 2 – ответить на 6 услышанных в аудиозаписи вопросов. Задание 3 – связанное монологическое высказывание. Если вы видите, на первое задание ответ 2 минуты читают, да, 125 примерно слов. На каждый ответ дается достаточное количество времени, примерно 40 секунд, где можно составить 2-3 предложения. И в задании номер 3 – законченное высказывание. Времени тоже достаточно – 2 минуты. Тем более, что если вы уже владеете, конечно, информацией и знаете, что задания, которые ребята выполняют, размещены на сети, то, безусловно, сложности уже не может возникнуть. Уважаемые коллеги, посмотрите, пожалуйста, это примерный текст, который предлагается ребятам прочитать. 125 слов объем. И, конечно же, когда ребята сидят на компьютерах, наушниках, когда все начинают в голос читать текст, что допустимо, конечно же, вот, я советую ребятам не стесняться читать интернационное, просмотр, прочитать вести, понять, где интернационно нужно поднять голос вверх, где поставить голос, поспустить голос вниз и сделать паузу. Посмотрите, пожалуйста, на следующий слайд. Произносительные навыки – это то, что я сказала, делать паузы, фразовые ударения, интонационные контуры, произношение слов, ударение в словах. Коллеги, вы можете также на сети посмотреть. Есть анализ результатов предыдущего экзамена, где предыдущего года, когда ребята сдавали экзамен, и вы можете посмотреть, на что эксперты обращают наше внимание, и потренировать с ребятами фонетические речи. Допускается не более пяти фонетических ошибок, в том числе одна-две ошибки, искажающие смысл. Конечно, коллеги, я хочу сразу сказать, что уже в пятом классе я прошу и разговариваю с родителями, и прошу ребят либо записывать себя на диктофон, либо на, конечно, диктофон телефона. И таким образом файлы мы сохраняем для чего? Для того, чтобы прослушать себя, посмотреть, еще раз оценить свои возможности. Конечно же, это дает свои результаты, и всем советую использовать это. Посмотрите, пожалуйста, на слайд, в котором размещены советы, технологии подготовки учащихся к экзамену. Тренируйтесь читать текст про себя, разделив каждое предложение на смысловые отрезки, и правильно, интенсионно их оформлять. Я здесь, может быть, еще бы советовала не только про себя, но и слов. Повторяйтесь за диктором текста учебников. Я родителям советую, конечно же, контролировать чтение детей, особенно в пятых, шестых классах, в третьих классах, где закладываются навыки чтения, посидеть рядом с ребенком, послушать, как читает ребенок, уже может быть пройденный материал, повторять за дикторов, стараться, как вы видите на слайде написано, стараться произносить все звуки четко, не оглушать конечные звонки и согласные. И, конечно же, в конце каждой четверти я стараюсь проводить контроль фонетического чтения в классе. И эти тексты, которые для чтения и обсуждения, которые я им даю, конечно же, мы также читаем, интенсионно оформляем и ставлю за чтение оценку. Коллеги, посмотрите, пожалуйста, задание номер два. 60 секунд на каждый ответ. Ой, на каждый, да, на ответ на каждый вопрос. Обращаю ваше внимание, что такой, казалось бы, простой вопрос. What's your name? Как-то возникает у ребят желание, тем более, если это первый вопрос в расспросе. Ребята почему-то называют, допустим, делают ответ такой, 15. А эксперты советуют все-таки давать несколько более подробный ответ. Например, I am 15. I was born in 2003. То есть добавить, в каком году родился, и дать полное предложение. My name is Natalia. Sorry. My name is Natalia. I am Natalia Andraschuk. My surname is Andraschuk. Если же вопрос, how old are you? Я имела в виду этот, конечно же, коллеги, извините. То недостаточно ответить, вот, how old are you? На этот вопрос. I am 15. I am 15. I was born. То, что я уже сказала. Посмотрите, пожалуйста. Здесь видно, что, конечно, вопросы по теме fashion, slothers. И в нашем сборнике, который, напомню вам, вышел в издательстве титул, тренировочные тесты по подготовке к ОГЭ, дается достаточное количество примерных вариантов ответов по каждому тесту. Посмотрите, пожалуйста. I am 15 years old. I was born in 2003. What do you, what do people buy, why do people buy expensive clothes? People prefer wearing expensive clothes because they think they are of high quality. Also, people are sure that they can look great wearing expensive clothes. Besides, this type of clothing may show your social status. And for many people, it's extremely necessary to know what expressions they produce on other people. I am 15 years old. В смысле, нет вопросов, которые касаются возраста. Мы сейчас говорим с вами о языковой компетенции и о сборниках, в частности, на которые я ссылаюсь, и они вышли в издательстве титул, которые помогают подготовиться к этому экзамену. То, что касается вопросов на пяти, безусловно, их нужно отрабатывать на уроках, безусловно, с ними нужно работать. Как я уже сказала, есть технологии, которые, как я уже сказала, можно использовать, взять все-все-все вопросы, все задания, сделать отдельный сборник и по нему готовиться. И вы выполните, как учитель, как сказать, миссию, внимание, подготовки или именно подготовки, да, подготовки учащегося к этому экзамену. Типа, взять эти билеты и проделать. Безусловно, я тоже так поступаю. Но это только часть айсберга, потому что языковая компетенция не замыкается только на проделывании заданий, которые на пяти. Безусловно, их нужно делать. Речь идет о учебном пособии по ОГЭ, подготовке. Коллеги, вот вы пишете, Светлана в частности только что написала, что ответ может быть один. Безусловно, каждый регион, ну, мы с вами говорим о том, что желательно давать возможность ребенку высказаться, показать свою языковую компетенцию. И односложно, ответ в одно предложение может такой быть, безусловно. Но мы, как учителя, с вами должны понимать, что языковая компетенция на то и компетенция, чтобы ребенок мог проявить себя, уметь не односложно, не одним предложением коротким давать ответы. Поэтому я сейчас с вами показываю примерные ответы. Вы знаете, что издательство «Просвещение», издательство «Титул» обращает особое внимание на демонстрацию примерных ответов. Какие могут быть? Безусловно, мы должны настраивать ребят на то, чтобы они отвечали, давать полный ответ. Почитайте, пожалуйста, критерии оценивания, полный ответ. Пожалуйста, ориентируйте ребят на то, чтобы они не говорили, не строили свои ответы только в одно предложение. Устинова Вера Сергеевна, спасибо за вопрос. Когда собирают экспертов, я и сам в Петербурге, когда собирают экспертов и проводят обучение экспертов, то компетентные товарищи, которые составляют эти задания, ориентируют экспертов на то, чтобы, и мы, учителей, на то, чтобы на вопрос «Сколько тебе лет?», в частности, вы написали, Вера Сергеевна, на то, чтобы ребята могли не только дать, назвать цифру. Я всегда говорю ребятам придумать на вопрос «How old are you?», что-нибудь еще, чтобы настроить их на развитие, это Яна пишет, на то, чтобы могли реагировать на внезапную ситуацию спокойно. Яна, большой респект вам. Также еще хочу вам напомнить, что спасибо, Алексей Васильевич, за ваше послание нам, что есть уже примерные ответы, заходите, читайте. Мы сейчас говорим о тренировочных заданиях, о тренировочных, о примерных ответах. И хочу вам сказать, что Светлана Александровна, один из авторов, кем мы написали эти сборники, она заместитель директора по учебной части города Сосновый Бор, который является пилотной площадкой экзаменов по ОГЭ и ЕГЭ. И в этой книге приведены примерные ответы ребят, которые получили высокие баллы. Потому что у нас Светлане Александровне был разрешен, она была как эксперт, она могла оценивать ответы тоже наравне с другими экспертами, и комиссия разрешила некоторые ответы нам использовать. Можно ли полным ответом считать полное предложение на вопрос без дополнительных уточнений и двух-трех предложений? Коллеги, безусловно, вот хочу вам продемонстрировать, например, следующий. What style of clothing do you prefer? I prefer spot style clothing. И поставить точку. Коллеги, вот так, этого недостаточно. Ориентируйте ребят, вот как я к своим говорю. Ребята, вот вы сказали, что вы предпочитаете, spot style clothing. Приведите две-три причины. Это вы даете полный ответ. Людмила спрашивает, будет ли засчитываться ответ без уточнения года даты? Будет. Одного предложения достаточно, Ольга. Оля и коллеги, которые из разных... Мы все сейчас с вами встретились на площадке издательства TITUL. Огромное спасибо за возможность вот как раз обменяться мнениями. И я еще раз повторю, я из Санкт-Петербурга. Здесь нас ориентирует, я думаю, что мы все с вами слышим выступления ведущих-экспертов из Москвы и разработчиков TITUL. Ориентируют на то, чтобы ребята все-таки приводили аргументы, хотя бы два-три предложения. Поэтому, коллеги, если в вашем регионе, может быть, я не хочу, так сказать, настаивать, я не знаю, но я говорю о том, как ориентируют здесь Москва, Санкт-Петербург. Вот мы живем в таком ритме. И я все-таки полагаю, что во всех регионах, наверное, так же. Этот балл либо дают, либо нет. Одного предложения достаточно. Оля, я не знаю, честно вам говорю, как у вас, откуда вы, но еще раз заявляю вам достаточно компетентно. Одного предложения будет защита, но этого недостаточно. Если, начиная с третьего класса, с пятого, вы будете ориентировать детей на то, чтобы они приводили причины, говорили по два-три предложения, поверьте мне, это только выиграете вы, как учитель, и выиграете дети. Оля, Оля, вы, Милина, я с вами согласна. Единственное, что вот у нас была встреча тоже 20-го, недавно мы собирались с учителями города Санкт-Петербурга и области, и, естественно, такой вопрос был, достаточно ли нет на возраст и дату одного предложения. Конечно, говорили про день, месяц, желательно добавить год. Это желательно. Я не вижу причины обсуждать далее этот вопрос, потому что я уже, по-моему, высказала. Извините, конкретика дана в первом предложении. Скажите, пожалуйста, зачем приводить аргументы, ведь не спрашивают why. Ну, правда, конкретика же дана в первом ответе на поставленный вопрос. Вы имеете в виду номер три? What style of clothes do you prefer? Замечательно. Если, вот как Акимшина Ольга пишет, что идет зачет, Оля, я буду вам признательна, если вы напишете какой-то регион. Я считаю ваше дополнение очень своевременным. Почитайте, пожалуйста, коллеги. Не то, что нравится, не нравится. Не так должен ставиться вопрос. Уважаемые коллеги, услышьте. Безусловно, одно предложение, если ребенок скажет. Наверное, засчитаю. Но мы же с вами исходим, мы же учителя, мы же учим языковой капитенции. Уважаемые коллеги, зачем приводить аргументы? Если вы услышали в моей речи аргументы, созвучные с одиннадцатым классом, могу пояснить. Можно сказать, я люблю спортивный стиль одежды, потому что это модно и это удобно. Можно, но это должно быть расширено, правильно? Надо ориентировать детей, объяснить, почему. Даже там не стоит вопрос why. Переходим к следующему. Я одобряю, потому что не нужно думать, что одеть утром. И, во-вторых, школьная форма помогает тебе сконцентрироваться. Если вы называете, что здесь нет вопроса why, его и не должно быть. Но мы должны пояснить, почему я одобряю. Или, если вы не хотите аргументировать и приводить к слову аргументы, то вы можете сказать, расшири ребенок, поясни свою мысль, почему ты одобряешь. Вот видите, опять почему и лексика аргументы. Мы никуда от этого не можем деться. Я с вами согласна, Светлана, абсолютно правильно. Оно должно быть, безусловно, ответ дан на вопрос, но не в одном предложении. В данной книге приводятся примерные ответы, как можно развернуть ответ. Монологическое высказывание, это, конечно же, мы сейчас перейдем к нему. Далее здесь написан, приведен пример, почему, какую одежду для учителей ты бы предложил. И в чем ты идешь на вечеринку обычно? Сейчас ребята пишут, ой, извините, коллеги пишут про разные вопросы, время одинаково. Да, так записана программа, так составлена программа, что ребенок, ответив либо предложением, либо двумя предложениями, вынужден ждать одинаковое количество времени. Посмотрите, пожалуйста, коллеги, критерий оценок. Дам полный ответ на поставленный вопрос. Коллеги, вся предыдущая дискуссия наша, безусловно, только нам в пользу. Спасибо вам огромное. Видите, дан полный ответ на поставленный вопрос. Допущенные отдельные фонетические, лексические и грамматические подверженности не затрудняют понимание. Поэтому полный ответ, безусловно, должен быть немножко расширенным. Согласитесь со мной. Задание 2. Максимум 6 баллов, это мы уже с вами говорили. Ответ не да или не соответствует вопросу. Ну, его спрашивают про возраст или про что-то, допустим, про своя любимая, свой любимый вид спорта, а ребенок отвечает совсем на другой. Ответ дан в виде одного слова, как мы уже с вами говорили про дату рождения или возраст, или словосочетание. How are you? Not bad. То есть, конечно, так недопустимо. Коллеги, есть вопросы по заданию 2? При подготовке мы записываем ответы. Время достаточно. Да, это очень существенно. Если вы, допустим, даже в ручном режиме на PowerPoint наложите время и пропишите вопросы, и у вас слайды будут меняться, и голос вы будете записывать, то вы, конечно, увидите, что времени... Время достаточно. Время достаточно. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите. В ОГЭ разночтения порой возникают. Централизованной подготовки нет. Ну, коллеги, я вам хочу вот сказать свое мнение. Я ориентирую ребят всегда... Сказал предложение, поясни еще раз. Другими словами, одну и ту же мысль. Это хуже от этого не будет. И шаг за шагом, от класса к классу, у ребенка возникает, знаете, желание говорить. Возможность этого закладывается уже в третьем классе. Вы со мной согласитесь. Уметь общаться, безусловно. Спасибо. Коллеги, мы двигаемся дальше. Стратегии подготовки к заданиям. Вот буквально о том, о чем мы с вами говорили. Обработать разные типы вопросов. Неподготовленный ответ. Вот чем хорош этот сборник? Задания ФИПИ отработали? Карточки сделали? Ребята уже перешли на многие темы. А вы еще раз и этот сборник по подготовке к ОГЭ. Раз еще другой. Зашли на сайт, который я вам позже порекомендую. И дополнительной дали. Безусловно, все только в плюс нам с вами и детям. Можно проговорить вопрос про себя еще раз. Можно запомнить, что ответы на прямые вопросы требуют употребления вспомогательного глагола. Ответ должен быть дан полным предложением. Предложение нет. Вот, коллеги, этот, конечно, пункт, безусловно, о том, о чем мы еще говорили. Алексей Васильевич. Это задание базового уровня сложности, поэтому критерии простые. Ответил, получил балл. Ответ может быть развернутым, несколькими. Главное, верно интерфицировать сразу полный ответ. Спасибо вам огромное. Спасибо. Ответ должен быть на корректно поставленный вопрос. И нужно сделать обобщенный вступительный фраз или уходить от темы. Я за свою практику эксперта могу сказать, что иногда, наверное, учителя, которые за последние полгода начинают от детей готовить к экзамену, помогать им овладеть технологией выполнения заданий, стараются очень, это что естественно. И они, наверное, за много лет приучили детей говорить, now I would like to tell you. И почему-то иногда такие вот, сейчас каждым годом, конечно, это все меньше, но почему-то все равно так или иначе, и так и начало ответа на каждый поставленный вопрос мы получаем. Алексей Васильевич пишет. Спасибо огромное. Электронный тренажер. Да, спасибо. Я как раз коллегам всем говорю о том, что наше сообщество, которым, кстати, я еще возглавляю, объединяет учителей разных регионов. И те, которые желают проявить себя, в частности, в творчестве, создать сборник или разработать задания по тренажеру, мы всегда стараемся контактировать, взаимодействовать. Спасибо большое. Да, Ирина, вы абсолютно правы. Отработка всех типов вопросов, безусловно. В началке все закладывается. Вот сейчас в третьем классе буквально такой дрилл я веду с ребятами. В стриме мы сегодня писали перед каникулами, что ты выучил, запомнил из первой четверти. Они первым написали вопросы и ответы. Безусловно, вы правы, Ирина, спасибо. Далее идем. Коллеги, вот мы как раз переходим к третьему заданию по УГ. Полторы минуты на ответ. Безусловно, конечно. Безусловно, я уже говорила слово «безусловно», так оно у меня какое-то вот, наверное, самое сложное задание, как нам всем кажется, это монологическое высказывание. Уметь ребенка, уметь, простите, сориентировать ребенка на монологическое высказывание, конечно, уходит корнями началку. Сейчас в пятом классе я, например, из детьми за первый учитель обсудила, так скажем, темы, две темы. Это спорт и спорт, хаус, 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 хаус. И мы делали задание в формате УГ, в том числе и монологическое высказывание, которое я им сама составляю, и также ответы на вопросы. Так вот, хотела вам напомнить о том, что оценивается в данном случае языковая компетенция, это еще и умение логически выстраивать ответ, умение вводные слова-связки между предложениями использовать. Я сейчас вам хотела показать примерный ответ из нашего сборника со Светланой Александровной, который и как раз и демонстрирует вступительную фразу. Которая в начале монологического высказывания должна прозвучать. It goes without saying. Learning foreign languages is very popular nowadays. И далее идет ответ над последним трем опциям. Посмотрите, пожалуйста, коллеги. Слова-связки выделены. И в конце ответа приводится завершающая фраза. In conclusion, the knowledge of foreign languages is a light necessity today. Можно, конечно, оставить одно только предложение, но на то мы и готовили сборник, чтобы показать коллегам, сообществу, о том, что, конечно, в девятом классе это уже вершина айсберга, да? А вся наша работа с вами, как Ирина, вот я запомнила, Ирина написала с началки, с начальных классов, все закладывается, и умение построить начальную фразу, сделать заключение, расширить одно предложение. Это нелегко, коллеги. И, ну, нужно к этому стремиться. И наш сборник, который содержит примерные ответы, поможет вам, прежде всего, самим сориентироваться, какие могут быть ответы. Это примерные ответы. Показать детям, чтобы дети могли там тоже пописать, подчеркнуть все слова, фразы, выражения, как можно отвечать, как, за что ты можешь получить больше баллов. Пожалуйста, слайд, прочитать хочется. Коллеги, вот это-то вы имеете в виду. Полное название пособия Алексей Васильевич разместил. Располагаются эти сборники на englishtichess.ru. Обратите внимание, Алексей Васильевич сейчас только что разместил. А то, что тренажер, это для подготовки учащихся к ЕГЭ. И пособия это несколько разные вещи, да. И, пожалуйста, учебное пособие. Здесь написано ЕГЭ, устная часть. Такое же название, только с ОГЭ. Андрощук Светлана Александровна Лоскутова. Учебное пособие ОГЭ, устная часть. Сейчас, секундочку. Коллеги, если вы меня хорошо видите, вот так выглядит сборник по ОГЭ и сборник ЕГЭ. ЕГЭ, английский язык, устная часть. Тренировочные тесты с примерными ответами. Коллеги, мы продолжаем. Спасибо вам огромное за ваши вопросы, за взаимодействие. Вы знаете, я с ребятами пользуюсь разными сборниками. Мне самой давно хотелось иметь примерные ответы. Потому что, когда мы разбираем, ребята составляют, конечно, хотелось бы еще какое-то подспорье иметь, какой-то сборник, чтобы он мог посмотреть, а, вот так по этой теме нужно отвечать. Вот тут вот надо такую-то сделать связочку. Так что пользуйтесь, пожалуйста. Давайте дружить, взаимодействовать. Я надеюсь, что у нас будет еще вебинар по подготовке учащихся к ЕГЭ, где мы сможем также с вами и подискутировать, обменяться мнением. Посмотрите, пожалуйста, стратегии подготовки к заданию 3. Научить, конечно же, нужно внимательно читать задания, отрабатывать употребление слов связок, отрабатывать схему построения по аспекту. Посмотрите, пожалуйста, вводная часть и заключительная. Не следует задавать, заучивать готовые тексты наизусть. Коллеги, пожалуйста, не надо этого делать. Зачастую ребята безумно тратят много времени на зубрюшку, и они бедненькие, не могут, если сбить или задать какой-то наводящий вопрос, им, конечно, дальше тяжело восстановить то, о чем они говорили. Тренировать умение неподготовленной речи. Помните, в начале своего выступления я вам говорила про тот формат, где я в шахматных квадратиках рисую название тем. Так вот, они вытягивают билетик с номером, или кидаем мы фишки. Номер 7. Оп! А я ему вопросик по этой теме. Неподготовленное высказывание. Понимаете? Здесь все взаимосвязано. Что бы мы ни делали на уроке, все играет только на ребенка. Поэтому используйте разные технологии подготовки ребят к этой итоговой аттестации. И ограничивайте во времени. Еще раз хотела вам сказать, я не заканчиваю, коллеги, я еще хочу важную информацию дать, поэтому пишите ваши вопросы. Посмотрите, пожалуйста. Вот сегодняшний вебинар у нас проходит, да, и я вам уже говорила, что я являюсь руководителем межрегионального сообщества мастерская педагогических инноваций. Вот именно на этом слайде вы видите ссылку, куда можно пройти и посмотреть образовательные продукты, которые предлагают всему педагогическому сообществу учителя из разных регионов. В частности, это задание в формате ОГЭ, электронный сборник для пятых-седьмых классов, которым я ребятам предлагаю, вывожу на экран, мы все там делаем, читаем, они дома могут устанавливать. Сборник для восьмых-девятых классов и электронные карточки для чтения, а для вторых-четвертых классов для отработки навыков чтения. То есть, если мы выстраиваем то, с чего я начинала сегодняшний вебинар, определяем, знаем цель, определяем маршрут, вымечаем задания, берем сборники, справочные материалы и работаем, готовимся с детьми. Но дети должны знать об этом заранее, что они должны пройти разные этапы, выполнить разные задания, чтобы достичь положительного результата на экзамене. Зная такой образовательный маршрут, ребятам легче двигаться. Они должны понимать и сознавать, найти себя в этой образовательной парадизме. Пожалуйста, посмотрите, например, в пятом-седьмом классах очень коротенький текст. Вопросы. Задай вопросы. Ответь на вопросы по этой теме. Задай пять вопросов. Вот карточка. У тебя две минуты. Вот в пятом классе я тоже эту тему... В первой четверти пошла. И вот хочу вам продемонстрировать это задание из электронного сборника пятой, серой, седьмой классов. Напиши личное письмо. Образец есть. У ребят есть образцы, в этом сборнике есть. Поэтому кто заинтересуется и вообще захочет расширить горизонты взаимодействия с учителями из разных регионов, пожалуйста, заходите на наш сайт, знакомьтесь, зарегистрируйтесь. Уважаемые коллеги, я думаю, что у нас еще с вами будет возможность обсудить... Это уже задание будет одиннадцатого класса, десятому и одиннадцатым. Я, конечно же, хочу всем пожелать хорошего настроения. И учеников, которые будут заинтересованы в наших уроках. А только мы с вами, как мне кажется, или я даже уверена в этом, можем создать такую атмосферу, такие условия, при которых ребята будут с удовольствием бежать на наши уроки. Были вопросы по поводу тренажера по ЕГЭ. Вы можете зайти и посмотреть. Но более подробно мы с вами можем поговорить позже. Спасибо вам огромное. До свидания. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...